Высокотехнологичная операция, восстановление после травм, реабилитация с использованием самого современного оборудования. Уже 55 лет специалисты центров Пеганова помогают пациентам с заболеваниями опорно-двигательной системы. Медицинское учреждение приобрело заслуженную известность не только в нашем регионе, но и в стране. А его врачи продолжают лучшие традиции отечественной медицины. Сострадать и помогать, отдавать частичку себя, если не всего полностью, и всем сердцем быть с пациентами, принимать боль. Вы работаете отлично. Если брать статистические показатели, большой процент высокотехнологичных оперативных вмешательств и видов медпомощи, большой объем населения, спасибо вам огромное, счастья вам и радости с ювелеем. Сегодня в отделениях центров Пеганова одновременно могут проходить лечение 177 пациентов. Медпомощь оказывают бесплатно по полису ОМС. Ежегодно здесь лечатся более 4000 детей и взрослых с различными патологиями. За последние 10 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос на 63%. Целый ряд современных методик, связанных, например, с хирургией кисти или протезированием суставов, внедрен в Пеганово впервые в России. Мне, наверное, вспоминается несколько ребят, которые, вопреки всему, то есть заболеванию, невозможности физического какого-нибудь доказательства, сегодня являются одним из ведущих в Сколково, допустим, да, вот таких, Сириус. Пишут в соцсетях, что благодаря Пеганову, в том числе нашему отделению, они получили возможность просто передвигаться чисто физически за пределы четырех стен своей комнаты, небольшой, да, окна. И сегодня они видят мир много шире. Последнее время важным направлением работы центра является реабилитация участников спецоперации. В прошлом году здесь смогли восстановиться 27 бойцов. Когда я находился здесь в отпуске дома, я связался с заведующим отделением реабилитационного центра в Пеганово и попросил пройти у них реабилитацию. Прохожу различные процедуры, физиотерапию, массажи, бассейн. Помогает, прогресс прям очевиден по поводу, что было и что стало с моим организмом. Специалисты центра планируют заниматься не только лечением пациентов, но и научной работой, а также подготовкой молодых специалистов. Они выступили с предложением открыть кафедру медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии на базе Владимирского филиала Приволжского медуниверситета. Наши доктора изъявляют желание, в том числе я, читать лекции на этой кафедре. У нас есть профильное образование, опыт работы. Сейчас мы занимаемся совершенствованием службы медицинской реабилитации в регионе. То есть не на уровне нашего учреждения, а в регионе. И совершенствованием реабилитации детей и травматологии и ортопедии детского возраста. В Пегановском центре трудится 220 сотрудников, в том числе 21 врач. Лучших специалистов отметили почетными грамотами Минздрава России и благодарностями. Для них подготовили праздничный концерт. Татьяна Гордеева, Александра Маркина и Евгений Адамов.